Вообще, правильный руководитель должен быть диктатором, никак не иначе. И чем более сложное решение он принимает, тем большее количество людей он должен выслушать, посоветоваться с теми, с кем он работает, тех, кого уважает. Ну, в принципе, всех надо сотрудников уважать, а тех, с кем не уважаешь, можно спокойно расставаться. Но при этом решение должен принимать сам. То есть важно со всех спросить, а почему ты так думаешь, что-то по этому поводу. Ну, то есть правильно задавать вопросы, у всех уточнять. При этом нужно глубоко копать, спрашивать, а что ты об этом думаешь, а почему ты так решил. И важно при принятии решения, что демократия должна быть до принятия решения руководителем. Потом уже идет диктатура. И важно еще спрашивать у всех менеджеров, и можно, если с кем-то нужно посоветоваться, либо групповой собрать какое-то совещание, либо с топовым менеджером просто можно один на один там посоветоваться. Но когда вы понимаете, что все, вы готовы, вы приняли решение, все совещание закончено и решение принято. Важные моменты, что мудрый руководитель, он не принимает решение, пока не поговорит со всеми сотрудниками, или с кем он считает нужным, чтобы принять решение. И второе, если он, слабый руководитель, не может организовать, например, на совещании людей, то начнется там голдеж, анархия, и ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому важно взвешивать свои силы, со всеми советоваться. Демократия до принятия решения. Думаем своей головой, и потом принимаем решение. Собрание закончено. Вообще, если у вас такой психотип, что вы там мягкий и добрый диктатор, и люди там с вами на ты и так далее, это не значит, что вы не можете общаться с людьми по-человечески, но нужно быть справедливым, правильно принимать решение, хороших сотрудников поощрять, плохих там увольнять, с ними расставаться. Но при этом важно понимать, что если вы слабый или не можете держать контроль, то будут появляться такие неформальные лидеры, какие-то свои там делают течения, креативы, работать по-своему, делать какие-то новые направления. В этом плане, конечно, нельзя. То есть здесь такая прямая линия, и вот как сказал, так и будет. То есть ты принял решение, и сотрудники либо с этим соглашаются и работают дальше, либо уходят, если им, в принципе, что-то не нравится. Поэтому важно еще знать, если в компании привлекаете там сильных сотрудников, но у вас нет вот этих жестких законов или прописанных каких-то бизнес-процессов, своих твердых убеждений, то потом начнется креатив, хаос и так далее. В принципе, это будет ответственность руководителя, что он просто слабый и взял таких людей. Но нужно знать, чтобы таких вещей не происходило.